Приветствую вас! Если мы говорим о совете, то в первую очередь хочется сказать, что психологи советов не дают. То есть вот именно совет вам дать мы не сможем. Это было бы нарушение профессиональной этики и было бы неправильно. То есть давая вам советы, мы бы по сути дела брали бы на себя ответственность за вас. Это не было бы чем-то правильным и верным. Поэтому я думаю, что вам имеет смысл дать некоторые рекомендации. И вот та рекомендация, которую я хотел бы вам дать, она заключается в следующем. Вы пишите о том, что всегда следили за собой, за своим весом и за своей фигурой. Хотя проблем у вас с этим никаких не было. Но тем не менее, вы все равно за этим следили. И вот в этом, в том, что вы за собой следили, как мне думается, и кроется корень вашей проблемы. Почему? Дело в том, что, получается, для вас вот эта самая проблема с весом обладает серьезным значением. То есть у вас она была изначально, эта проблема. Проблема лишнего веса, проблема, возможно, фигуры и так далее. И почему вы следили за собой? Потому что вам было важно и, наверное, важно до сих пор, чтобы вы выглядели идеально так, как вам хочется. Возникает вопрос тогда, а откуда появилась вот эта вот понимание, установка, что вам нужно обязательно следить за собой? Откуда появилась вот эта вот позиция ваша? Кем она была продиктована? Кем или чем она была продиктована? Именно вот именно с вашей точки зрения, с вашей стороны? Да? Вот. С чем? Об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали. Как это? Ваши срывы, они связаны с тем, ваши срывы, то, что вы начинаете бесконтрольнее есть. Связаны с тем, что вы себе запрещаете, 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 запрещаете. А потом, естественно, вам хочется себя порадовать, и вы начинаете это есть. А потом мука совести и так далее. То есть здесь, я думаю, можно говорить о том, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Как вам опять же правильно сказала моя коллега, что вы испытываете проблему, связанную с тем, что вы хотите соответствовать некоторому образу, некоторому образу, идеальному образу физического состояния, которое для вас является образцом. А то, что для вас это значит и то, что это означает, вы разбираетесь не очень. А ведь на самом деле это очень важно, потому что если вы, по сути дела, постоянно придите за своим весом, за своим местным видом, хотя у вас нет проблем, значит ситуация заключается в чем? В том, по сути, что у вас есть комплекс. То есть навязанное обществом определенное представление о себе. И в результате данных аспектов вы как раз таки и испытываете проблемы, испытываете дискомфорт. И именно по данной причине. Понимаете? Вот. Ну и, соответственно, ситуация заключается в том, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что вам нужно не вопрос еды решать как таковой. А вам надо стараться отдавать себе отчет, а вот вообще, вообще-то говоря, вообще-то говоря, почему вас это вообще волновать стал? Почему вас это начало волновать? С чего это у вас началось? Вот. Вот это вот и является главным аспектом в данной ситуации. Вот. И вполне может быть, что никакой булемии у вас нет, как вы написали в тегах вопрос. А вполне может быть, что речь идет не о булемии, а только исключительно о вашем восприятии самой себя. Которые, это восприятие в данном случае, ориентировано просто на представлениях о себе. Которые, которые сформировало у вас ваше общество. Вот. И тогда нужно, как вам правильно сказала коллега, учиться себя принимать. Тогда вам нужно отдавать себе отчет, что, например, что для вас значит, вот, что для вас значит вес, вот этот самый вес, вот это для вас значит фигура, а почему вы так много внимания этому уделяете, вот со всем этим нужно разбираться, вот. На кого вы ориентируетесь, кому вы что-то пытаетесь доказать, ну и так далее. Это вот, на мой взгляд, очень важный аспект, который необходимо с вами разбирать, вот. Что стоит за этим аспектом? Может быть и брада булимия, но тогда нужно понимать, что булимия это болезнь и что лечат ее не психологи, а занимаются и психотерапевты, вот. А вот с отношением к этому всему, в том числе и к ней, в это отношение к всему этому вырабатывается правильно именно психологам. Но для этого необходимо больше информации о вас, для этого необходимо больше знать о вас, для этого необходимо, чтобы вы все-таки как-то вот начали работать над собой, скрывать те аспекты, те установки, которые заставляют вас действовать вот подобным образом. Здесь все зависит исключительно только от вашего желания, то есть хотите вы подобными вещами заниматься или нет. Если хотите, то вам можно помочь. А если же вы просто вот свой вопрос задали просто, чтобы узнать какую-то информацию, вот, то полагаю, что направление именно такое. То есть направление здесь, оно только такое, что еда и то, что вы описываете, это лишь следствие. Следствие определенных конфликтов внутри вас. И необходимо, необходимо понять, что это за конфликты, вот. Может быть, проблемы, там, в семье, может быть, просто комплексы, вот, и так далее. Но в любом случае разбираться с этим нужно, потому что иначе вам будет только хуже, к сожалению. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...